МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. В День охраны окружающей среды азовчане провели уборку на машинном пляже. Первая серьезная победа психологической службы Азовского района на региональном конкурсе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. Азовчане решили провести экологическую акцию нашим рекам и озерам, чистые берега. И в качестве места для ее организации выбрали территорию за Калантаевским мостом. Участие в этом мероприятии приняли студенты, школьники, представители общественности и администрации города. На территории машинного пляжа сотрудники МБУ «Чистый город» провели акцию под названием «Нашим рекам и озерам, чистые берега». В ней приняли участие общественные организации города, молодежное движение и жители Азова. Мы привлекли по дороге тех маленьких жителей города Азова, которые просто шли отдыхать на берег реки Азовка, на городской пляж. Они тоже приняли самое активное участие. Они остались в районе Калантаевского моста, убирают там сейчас территорию и береговую часть. Символично, что акция состоялась в День защиты окружающей среды. Руками молодежи была очищена большая часть территории машинного пляжа, а также территория Калантаевского моста. Всего в акции приняло участие около 150 человек. Вывезено 11 кубов твердых отходов. «Машинный пляж – это одна из таких самых загрязненных частей, поскольку пользуются наибольшей популярностью в городе. Приезжающие жители не совсем верно себя ведут. И целью этой акции является не только сбор и подготовка территории для дальнейшего отдыха, но и привлечение внимания этих жителей. Молодежь уже никогда не будет на этом пляже оставлять после себя мусор и бутылки, поучаствовав в этой акции». Ивана Голубева, Александр Истомин, Азов.Инфо В этом году на участие в Международном фестивале «Интермузей» подали заявки почти 300 музеев России. К участию во втором туре допущено 135. Азовский музей-заповедник заявлен в трех номинациях «Сказки» и «Были древнего Азова», «Лучший музейный архитектурный проект», «Азовская крепость», «Памятник военно-инженерной архитектуры XVII-XVIII веков» и в номинации «Новый образовательный проект» «В поисках легендарного Асгарда» или «Девять миров викингов». Фестиваль начнет свою работу 10 июня. Подведет итоги 16-го. Первая серьезная победа педагогов-психологов Азовского района на престижном областном конкурсе. Два специалиста Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи доверия разработали программу, которая позволит выявить и скорректировать многие проблемы в развитии ребенка младшего дошкольного возраста. Этот проект был признан одним из лучших в Донском регионе и удостоен диплома второй степени областного конкурса психолого-педагогических программ. Авторы – учитель-логопед Галина Ковальская и педагог-психолог Наталья Рыжкова готовятся к участию в реализации своих разработок. Вук-з живет в домике, в котором живет пчела. Как пчела у нас жужет? Как она жужет? Пчелка у нас жужет. Идея создания программы для детей с нарушением в развитии стала для специалистов Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи доверия единственным способом решения многих проблем. За последние три года количество обращений в Центр увеличилось в несколько раз. Само по себе наше учреждение не может принимать детей каждый день и работать с детьми так, как работают образовательные учреждения. Поэтому мы решили нашу программу разработать в комплексном воздействии на детей, в психологическом, логопедическом направлении, для того, чтобы сразу охватить несколько проблемных зон у ребенка. В дошкольном возрасте, уверены авторы программы, можно многое улучшить в развитии ребенка. Проект нацелен не только на психологическое, но и на физическое развитие ребенка. Для успешного воспитания и развития детей очень мало их просто любить. Нужно обладать еще необходимыми знаниями и умениями. И вот на базе этого родительского клуба мы проводим соответствующие занятия с родителями, где рассказываем о особенностях различных возрастных периодов, о методах и приемах воспитания, о правильном поведении. Педагоги, разработавшие программу, награждены дипломами областного конкурса и в качестве небольшого поощрения планшетами. И вот на сегодняшний день, скажем, цифру 33 психолога, ну, вместе с сотрудниками центра, 12 социальных педагогов и 12 логопедов. То есть вот такая у нас уже есть армия. В 90-е годы никто и представить не мог, что в Азовском районе через 10 лет на базе села Когольник будет организован один из сильнейших в регионе психологический центр, задача которого не только коррекция дошкольников, но и работа с детьми, которым необходима помощь. Формы работы индивидуальные, групповые, это тренинги, это коррекция, это реабилитация. Мы также очень тесно работаем с образовательными учреждениями нашего района, где работают консилиумы. При центре работает психолога-медико-педагогическая комиссия. Это консилиум специалистов, в которых необходимо пройти каждому ребенку перед началом обучения в школе. Цель комиссии – это определение образовательного маршрута детям, испытывающим трудности в обучении. Это определение условий для воспитания детей, для обучения детей. Это помощь родителям в обучении детей, в воспитании детей, имеющих те или иные проблемы в своем развитии. Дуй, как ветерок дует, ну-ка покажи. Вот молодец, вот умница, молодец. Специалисты помогают детям и после начала обучения в школе. Раньше функционировали классы компенсирующего и коррекционно развивающего обучения. В настоящее время классов нет, потому что нет такого количества детей в одной школе, чтобы можно было открыть класс. Центр психологической помощи координирует работу во всех школах Азовского района. Возможно, благодаря реализации новой программы коррекции детей дошкольного возраста удастся решить многие проблемы в развитии будущих учеников. Анастасия Девичку, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. И в заключении репортаж о помощи юному азовчанину Даниилу Сабадашеву. Даниил болен, он не может двигаться, но у малыша есть шанс научиться ходить. На этой неделе в эфире программы Азов.Инфо прозвучала информация о том, что на лечение Даниила Сабадашева необходимо собрать немногим более 80 тысяч рублей. Но во время репортажа была допущена ошибка в номере счета банковской карты. Сегодня мы повторяем репортаж, в котором уточнены реквизиты. В понедельник соник седу, гости, бабочки поедут. А эти все храпочки сами кормы катятся. За? За субботу, в окрещение, в этот день, причем, причине. Даниил Сабадашев, по прогнозам врачей, мог не выжить. В шесть месяцев мать обратила внимание, что ребенок ведет себя особенно. Врачи успокоили родителей тем, что у него обычная неврология, как у всех недоношенных детей. Специальные курсы лечения должны помочь. Когда Даниилу исполнился годик, обратились в областную детскую больницу, где врачи поставили диагноз детский церебральный паралич. Ну, прогнозы были утешительные. Мне сказали, что вы, мамочка, при вашем анамнезе у вас еще хороший ребенок, он же не растение, а он будет развиваться. Может быть, он у вас к 4-5 годам и пойдет. Занимайтесь им. Мы интенсивно проходили каждые 2-3 месяца курсы в НИАПе, в акушерстве педиатрии, в детском отделении. Постоянно делали массажи. Причем ребенок кричал истерически, потому что ему было очень больно, мышцы болели. Дважды мы делали операцию в Туле по методу улезепата, насечки. После первой операции, это было 4 года, ребенок стал разговаривать. Ребенку стало лучше, мышечный тонус стал ниже. А после второй операции пошли ухудшения. У него подогнулись ноги, результата мы не увидели. Было пройдено большое количество реабилитационных курсов в Краснодарском крае и в центре китайской медицины. Но все тщетно. Ребенок растет с каждым днем. И состояние его ухудшается. Мы же в том году возили Даню в Санкт-Петербург. Нас поставили на очередь на операцию на позвоночнике. Но доктор, у которого мы были, сказал, что результат может быть как положительный, так и отрицательный. Потому что операция тяжелая, будет длиться около 8 часов. И какой результат, потом будет неизвестен. Или ребенок останется растением, или станет полноценным человеком. Но чтобы стать полноценным человеком, придется пройти большое-большое расстояние для этого. Ни одна мать не пойдет на такой риск. И Анна стала искать еще пути спасения сына. И нашла. Реабилитационный центр в городе Челябинске имеет хорошую практику по оздоровлению детей с подобным диагнозом. Врачи готовы помочь Даниилу в осуществлении его мечты – ходить. Нам прислали выписку счет на лечение. Стоит курс лечения 189 тысяч. К сожалению, наша семья не потянет такую сумму сразу. А вызов нам прислали на 20 июля. Уважаемые жители Азова, Азовского района, мы обращаемся к вам за помощью. Помогите нашему ребенку научиться ходить. Это наша надежда, это наш шанс. Он очень хочет ходить. Я хочу ходить. В школу собираюсь. Иванна Голубева, Александр Истомин, Азов.Инфо Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. Хороших вам выходных. До свидания. Как за четверть века из небольшой кабельной сети превратиться в медиахолдинг? Компании «Пульс» в этом году исполняется 25 лет. Падение взлета страны в миниатюре хранят эти стены. До встречи в четверг в 18.30. Нам есть что сказать. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, привокзальная 23. Телефон 46 046. Московская 76. Телефон 4 24 73. 6 июня ясно. Температура днем плюс 25-27 градусов. Температура ночью плюс 18-20. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 25%. Уровень воды в реке Дон на 38 сантиметров. Выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 21 градус. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова